Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем свою работу в прямом эфире. И сегодня в нашей студии начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского района Александр Александрович Черемных. Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые жители Ленинского муниципального района! Я напомню, что у нас есть телефоны, по которым жители могут позвонить к нам. Это 541-2540 и 541-2525. И тема сегодняшнего эфира — это предстоящие субботники. Поэтому поговорим о тех субботниках, которые уже прошли, и о большом субботнике, который запланирован на 23 апреля. Я предлагаю посмотреть сюжет о том субботнике, небольшом субботнике, который прошел еще, по-моему, 30 марта. По крайней мере, сюжет у нас вышел именно в этот день и будет отталкиваться уже от чего-то. Хорошо? Да, конечно. За зимний период на улицах поселений скопилось много мусора, который раньше скрывался под снегом. Коммунальные службы активно все убирают и очищают. Да и люди не прочь выйти на субботники, чтобы привести в порядок свои дворы. А вот территорию 30 метров от любого предприятия, будь то офис, магазин или ресторан, обязаны убирать руководство того или иного частного владения. Только делают они это неохотно. Сейчас единицы вышли на уборку. Большая часть предпринимателей на сегодняшний день, видимо, ждет, пока растает снег, либо ждут, видимо, прихода адмотехнадзора. После первого предупреждения необходимость привести в порядок. Выписывается сначала небольшой штраф, но если игнорируется уведомление адмотехнадзора, то штрафы вырастают в несколько десятков тысяч рублей. Месячник благоустройства подразумевает собой не только уборку бытового и строительного мусора, но и приведение в порядок прилегающих территорий к торговым предприятиям. К сожалению, не все предприниматели ответственно относятся к этому делу. Но есть предприниматели, которые решили одними из первых заняться уборкой своей территории, понимая, что от них тоже зависит внешний вид нашего города. Да и потребителям приятнее пойти туда, где чисто и красиво. Помимо наведения порядка, некоторые даже пытаются благоустроить пространство вокруг себя. Планируем дальше обустроить далее прилегающую территорию, высадить цветы, клумбы, то есть подкрасить где нужно. Внести свою лепту в чистоту города может каждый. Ближайший районный субботник состоится 2 апреля. Юлия Пагасьян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видно этого. 2 апреля. Это был первый, наверное, такой официальный субботник, да? Да, действительно, это был самый первый субботник. Проходил он у нас 26 марта. И вообще у нас, согласно постановлению главы района, с 20 марта по 26 апреля это месячник благоустройства в весенней санитарной очистке территории. И у нас запланированы были и уже частично проведены субботники 26 марта, 2 апреля, 9 апреля, 16 апреля прошел, несмотря на сложные погодные условия. И отдельное спасибо надо сказать тем людям, которые, несмотря на вот эту вот погоду, все-таки вышли и приняли участие в субботнике. И, как вы уже сказали, в эту субботу у нас будет большой субботник, общий областной субботник. Заявлена у нас и планируется достаточно большая программа. Но вообще вот для справки и для понимания масштаба всей этой работы, я бы хотел сказать о том, что вот за 4 прошедших субботника у нас в уборке приняли участие 2155 человек на территории Ленинского района. Это как подсчитали-то? Мы ведем учет тех, кто приходит, мы выдаем инвентарь, выдаем перчатки, выдаем мешки. По количеству сданных перчаток? Конечно, и каждый коллектив, который выходит, они фотографируются, фотографируются не только для отчетности, для себя, потому что это приятные такие фотографии с общего труда, которые потом, можно сказать, греют душу людям. Было собрано и вывезено 1600 кубических метров мусора. Были у нас почищены склоны оврагов, территории, которые относятся к Гослесфонду. И 23 апреля мы эту работу будем продолжать. Вообще есть такая шутка, она может быть немножечко горькая, но она правдивая. Шутка такая, что субботник – это такое время, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, кто за собой никогда не убирает. Чистая правда. К сожалению, да, это действительно правда. И вот отдельное спасибо хочется сказать тем ответственным людям. Это не только трудовые коллективы, это у нас и просто активисты, это и школьники выходят, и абсолютно разные люди, но просто ответственные, которые действительно считают, что могут потратить свое время на то, чтобы привести наш город, наш район в то состояние, в котором им приятно было бы находиться. На сегодняшний день насколько уже город чист? Я так понимаю, что 23-го – это такой вот финальный марш-бросок. Он финальный, несмотря на это мы рассматриваем возможность с коллегами, может быть мы все-таки продолжим эту практику еще до 30-го апреля. Все дело в том, что несмотря на то, что было убрано очень много территорий, остаются еще территории, которые требуют нашего внимания. В основном это, конечно, обраги, это сельские территории, это территории вдоль дорог, то есть те территории, которые не относятся к зоне постоянного внимания, например, управляющих компаний. Если на придомовых территориях нам управляющие компании помогают, это их обязанность, и мы с вами, как жители этих домов, платим за эти услуги, то в субботник у нас убираются те территории, которые не являются предметом внимания профессиональных организаций. То есть это какие-то территории между различными объектами, то есть такие территории, которые, грубо говоря, скрыты от постоянного взгляда и внимания. Но убирать их, тем не менее, нужно, потому что то количество мусора, которое в них после зимы мы обнаруживаем, оно, к сожалению, требует нашего внимания. 23-го числа, помимо уборки мусора, у нас запланирована достаточно большая программа по высадке деревьев. Это тоже общая областная акция, она проходить будет по всей территории Московской области, и откроется у нас эта акция в музейной территории музея-заповедника Горки-Ленинские. Там будут сажаться деревья, и вот с этой посадки начнется в этот день посадка деревьев в других местах. Все, кто желает, могут принять в этом участие, приехать туда самостоятельно? Да, у нас на территории района будет организовано, и каждый субботник было организовано, 30 пунктов выдачи инвентаря. Их адрес есть на сайте администрации. Эту информацию можно получить в управляющих компаниях, где можно получить инвентарь. И любой желающий, который хочет принять участие и внести свой посильный вклад, может обратиться, и мы, конечно, обязательно выдадим инвентарь и поможем. Сколько? Вот сколько там лопат или сколько там грабель, перчаток тех же на данный момент запасено у нас? Очень много хватит всем. На завтра у нас планируется по мешкам порядка 3,5 тысяч мешков на территории Ленинского района собрать мусора. У нас будет также организована акция по раздельному сбору мусора. Это как? Когда мусор будет собираться разного типа в разные мешки разного цвета, для того, чтобы его было легче утилизировать. Я кратко просто для жителей района поясню, что у нас на территории Ленинского района нет своего полигона для захоронения отходов. И мы вынуждены весь наш мусор возить в Чеховский район, где действует легальный полигон, который принимает эти отходы. Соответственно, раздельный сбор мусора – это то, к чему мы с вами должны все постепенно прийти. Потому что отсеяв из всей той массы мусора те вещи, которые можно сдать и переработать, мы сильно сократим количество мусора, необходимого к вывозу. И тем самым мы сможем с вами сохранить хотя бы тарифы, а может быть и понизить тарифы на вывоз мусора. А что к этим вещам относится? Стекло, пластик, бумага, тряпки и ветошь – они относятся к бумаге. Это все перерабатывается. Все можно в один мешок складывать? В разные, соответственно. То есть стекло отдельно, пластик отдельно, бумагу отдельно. Органический мусор, ну бытовой, грубо говоря, он, соответственно, отдельно. Эта практика сейчас активно пропагандируется в Московской области. Мы ее поддерживаем на территории Ленинского района. Есть, сейчас уже появляются, ну вот кто не самый, скажем так, юный наш зритель, помнит, что в советское время принималось торсырье. Бутылки те же сдавались. Я сам, будучи ребенком, сдавал бутылки, потому что их можно было поменять на газировку. Правильно. Да, и вот эта практика, да, она возвращается, потому что, ну, жизнь сама нас к этому подводит, и мы к ней рано или поздно придем. А вот мешки эти, которые будут собраны, не получится так, что они надолго останутся на дороге, у дороги, и будут ждать, когда же их вывезут? Нет, так не получится. У нас в районе эта работа на данный момент организована очень хорошо. Здесь отдельно хотелось бы тоже поблагодарить коллектив. Вот у нас основной наш партнер, это компания «Экотрансвидная», которая вывозит мусор. Они всегда очень оперативно реагируют, и в дни субботника они предоставляют и бункера большие для этих мешков и вывозят оперативно. Потому что, ну, все понимаем, что если этот собранный мусор с таким трудом собранный и добытый из оврагов мы вовремя не вывезем, он, к сожалению, будет так или иначе окажется где-то рядом. Поэтому мы за этой работой внимательно следим и обязательно все это оперативно вывозим. Угу. Значит, сказали о том, что будем сажать деревья, да? Вот начнется посадка в горках еще где? По городу, по району? Также у нас по городу будет на улице Советской посадка деревьев между домами 2А и 6А. Это вот две самых массовых точки. Остальные точки, они более компактные. И мы также планируем эту работу продолжать в течение весны, потому что специалисты советуют все-таки сажать деревья весной и осенью. То есть, летом мы этой работой не занимаемся. Вот. Мы стараемся охватить те территории, где у нас прошли вырубки по каким-то причинам, для того, чтобы компенсировать потерянные деревья. А вырубки бывают у нас по разным причинам. Вот. Мы, в частности, будем в ходе субботника вырубать аварийные деревья в районе Медицинской улицы. Значит, в районе улицы Заводской будет у нас вырубка санитарная. То есть, это там, где деревья уже угрожают либо больные, либо засохли. То есть, необходимо их удалять. Вот. Мы стараемся всегда восстанавливать потом вот эти вот потерянные зеленые насаждения, потому что все мы понимаем, что это, ну, во-первых, помимо настроения, да, это экология, это то, на чем глаз отдыхает. То есть, мы вот стараемся очень ответственно к этому подходить. А какие деревья-то будем сажать? Липы. Деревья у нас, вы имеете в виду происхождение? Ну да, их вот просто я знаю, что раньше, когда и год назад, и два года назад сажали, говорили, вот эти деревья привезли, там, например, из Подольского, там, район или еще откуда-то. Сейчас достаточно сложно будет установить, откуда. Значит, деревья у нас частично здесь тоже нужно поблагодарить. Подарены у нас различными организациями. Это саженцы специально подготовленные. Нельзя пойти в лес просто выкопать дерево и перенести его к себе во двор. Это уголовно наказуемое преступление, поэтому это специально подготовленные саженцы. Сажать мы будем березы, будем сажать липы. То есть, те растения, которые не тополя, которые растут быстро, но которые потом, к сожалению, и пух, и аллергия, и многие другие проблемы. То есть, мы стараемся всегда выбирать такие породы, которые нейтральны, которые при этом достаточно хорошо приживаются. И когда мы проводим компенсационные высадки, например, во дворах, мы стараемся учесть при этом еще и мнение жителей. Потому что кто-то просит, например, посадить что-то ягодное. Я просто с этим сталкивался. Тут же находится сосед, который говорит, что не нужно, это будут птицы, шум и так далее. То есть, мы всегда стараемся вот этот баланс найти, чтобы людям дать то, что именно они хотят видеть в своем дворе. На самом деле, как красиво, когда рябинка подрастает перед окном. У меня, например, рябинка растет, и я всегда смотрю, и наоборот, наблюдаешь, как птицы там клюют эти ягоды. По-моему, замечательно. Да, детям интересно и птицам полезно. Поэтому здесь вот мы стараемся очень так подходить. Насколько все-таки, вот вы хоть и сказали, вот эту историю анекдотичную привели в пример, что у нас убирают те, кто в основном не мусорит. И все же, насколько активны жители, или все-таки больше активны те, кто, например, работники учреждений, допустим, да, активисты каких-то молодежных движений? Или все-таки тянут они за собой народ? Постепенно тянут. Нельзя сказать, что у нас стоит очередь из жителей. Но, вот к моей большой радости, каждый год жителей становится больше, пусть не намного, но больше. Пока, конечно, основной ударной силой у нас являются коллективы, являются представители различных общественных организаций. И это и представители политических партий, что тоже хорошо. И учащиеся школы, вот в этом году в рамках одного из субботников, учащиеся школы, у них была акция «Обелиск». Они наводили чистоту вокруг памятных обелисков, которые расположены у нас в городе. Но жители района постепенно мы все-таки вот эту традицию добрую, проводить субботники, да, мы ее возрождаем, она живет, и люди принимают в этом участие. Отрадно видеть, что многие приходят с семьями, приходят с детьми, потому что, ну, на мой взгляд, наверное, это правильно. Если ребенок с детства видит, каким трудом эта чистота вокруг добывается, он уже, соответственно, задумается, будет ли он бросать бумажку мимо урны. И в дальнейшем это правильно сформированное поведение будет ему помогать уже по жизни. Мы со своей стороны всячески пытаемся популяризовать эту акцию. Иногда мы слышим в ответ, особенно в социальных сетях, о том, что мы не должны этого делать, мы платим налоги и так далее. Действительно, никто не должен этого делать. И весь этот мусор, который собирается, он вывозится за счет бюджетных средств по особой статье. Действительно, это есть. Но здесь вопрос, наверное, все-таки воспитания, вопрос отношения твоего личного к этому. Вот я принимаю участие в субботниках, и в эту субботу буду принимать. С семьей? К сожалению, нет, потому что ребенок пока еще не в том возрасте, чтобы принимать, но как только уже сможет принимать участие, я думаю, что обязательно мы придем к этому, потому что это приятный и правильный труд, который, на мой взгляд, очень нужен. Кстати, а во дворах будут субботники? Вот у нас, например, на подъезде висит или висело, не знаю, может быть, по-моему, висело уже объявление, что будет субботник. То есть и во дворе будем убираться вместе? Нет, во дворе все-таки это зона ответственности дворников, это те деньги, которые мы с вами платим в составе нашей платы за жилье. Но мы развешиваем эти объявления и просим это делать управляющие компании для того, чтобы все-таки мобилизовать людей. Обратившись по телефонам, которые указаны в этих объявлениях, всегда можно будет, во-первых, получить инвентарь, скажут, где его получить. Во-вторых, понять, куда люди, мобилизованные на этой территории, будут в итоге направлены на какую территорию для уборки. То есть, возможно, где-то совсем рядом с твоим домом есть. Территория, которая будет убираться, и можно там себя реализовать. Можно там себя попробовать, да, в качестве участника общеобластного субботника. Мы стараемся сделать, все-таки это превратить в такой праздник, да, своеобразный. Мы запланировали вот в двух местах полевые кухни. То есть, будем... Поработал, пообедал. Будем, да, кормить работников кашей вкусной. Замечательно. Вот. И в дальнейшем будем придумывать какие-то еще интересные формы досуга, может быть, и привлечения дополнительных людей. Ну, это замечательно. А вообще вот субботник в наше время все-таки, это подразумевается именно уборкой? Или вот я просто готовясь к этому эфиру, стала искать информацию, и прочитав, я, кстати, сама вспомнила, что и раньше об этом знала, что первый субботник был организован в депо Москва сортировочная, но тогда это был другой субботник. Люди остались после смены, да, и ремонтировали паровозы. Сейчас такая форма тоже есть? Или у нас она не используется? Сейчас есть день благотворительного труда, который проводится у нас на территории всей страны. Это особый день, когда весь доход от труда в этот день перечисляется в особый фонд. Это ежегодная акция. Мы же стараемся все-таки в рамках субботника не привлекать, во-первых, людей на какие-то тяжелые работы, то есть как вот на исторической картине «Ленин бревно» и так далее, там никто бревна таскать никого не заставит, хотя мы, кстати, будем совместно с лесничьими, с сотрудниками Гослесфонда убирать территории Гослесфонда, в том числе и от поваленных деревьев. То есть будут привлечены специализированные организации, которые обладают всеми необходимыми документами и навыками для распила таких деревьев. Эти деревья будут пилиться, вывозиться. По возможности будем стараться следовать всем новым технологиям. То есть есть у нас специальные машины, которые позволяют дробить на месте какие-то мелкие остатки и вот этот получившийся субстрат уже высыпать для того, чтобы он перегнивал и дальше участвовал в всех биологических процессах. Поэтому мы стараемся, конечно, привлекать людей и просить их выполнять самые такие простые какие-то операции. То есть это в основном, конечно, сбор мусора, посадка деревьев. То есть вот такие. Красить заборы и прочее. Это все-таки у нас занимаются больше специализированные организации, управляющие компании. Те организации, которые у нас содержат объекты благоустройства. То есть туда мы людей как бы не просим прилагать свой труд и, соответственно, не используем его. А нам уже поступают вопросы. Некоторые как-то немножечко касаются, вот даже не то чтобы субботника, но, например, спрашивают, есть ли в видном пункты раздельного сбора мусора. Уже говорили об этом, но мы говорили об этом в рамках субботника. А вообще есть ли такие пункты? Значит, на данный момент таких пунктов у нас известных мне и официально действующих нет. У нас появляются сейчас инициативные группы граждан. Мы с одной из таких групп недавно взаимодействовали, которые планируют внедрять эту культуру. Вообще есть специализированные организации не на территории района, которые принимают раздельно собранный мусор за деньги. Соответственно, ту же пластиковую тару, алюминиевую тару. Мы постепенно будем к этому приходить. Эта работа, она системная, она ведется в том числе поддержана Министерством ЖКХ Московской области. Многие, наверное, кто был в других городах, видел красивые разноцветные контейнеры, на которых нанесены символы для раздельного мусора. Я думаю, что мы постепенно к этому придем. Знаете, на самом деле я сама видела, но в разных городах видела разные примеры. Например, в одном городе, там именно у каждой, как там, мусорный пункт, ну где контейнеры стоят, как правильно назвать, там был отдельный такой контейнер для сбора пластика, для сбора бутылок. А в другом городе, там не было у каждого, вот в каждом дворе, например, там вот один. И понятное дело, что он, наверное, я так думаю, что он недолго прожил, потому что со всего города туда, конечно же, не понесут только те, кто живут рядом. Есть очень много разных интересных практик по такому сбору мусора. Вот, например, многие, наверное, видели в интернете, в Турции была такая практика, когда заброшенный в специальный аппарат алюминиевые баночки насыпалось в миски корм для бродячих кошек и собак. Ой, как здорово. То есть людей стимулировали сдавать вот эту тару тем, что вот кошечки или собачки получат бесплатный корм. Вот, есть просто автоматы по приему, и такая практика и на территории города Москвы была. Вот, мы же пока просто планируем несколько, может быть, пилотных площадок сделать в самых таких вот оживленных местах, чтобы посмотреть, какая будет реакция. Потому что в итоге, как я уже сказал, эта индустрия мусора, она меняется. Меняется прежде всего потому, что полигонов, где захораниваются отходы, становится все меньше. Никто не хочет жить рядом со свалками, здесь можно понять любых жителей, да. И уже сейчас, если мы возим мусор из нашего района более чем за 100 километров, то в перспективе 5-10 лет, я боюсь, что мы будем возить его еще дальше. И поэтому, чем меньше мы с вами мусора будем вынуждены увезти, тем лучше. Поэтому мы эту работу начинаем, будем ее внедрять. Какие-то материалы, наверное, мы будем готовить в школах, будем, может быть, об этом рассказывать на телевидении, в интернете, потому что это тот путь, к которому, в принципе, пришел весь цивилизованный мир. Но там еще стимулируют рублем, потому что там очень высокие тарифы на мусор. И у тех, кто не собирает раздельно мусор, то есть если, например, в рамках дома общее собрание принимает решение о том, что они раздельно мусор собирать не будут, у них тариф на вывоз мусора значительно выше, чем в тех домах, где жители сорганизовались и решили, что они будут это делать. И вот у меня был опыт общения за границей с жительницей одной, которая мне рассказывала, что у них, если даже ты выносишь пакеты, не три пакета, как у них пластик, стекло и органику, да, а, допустим, все видят, что ты несешь один пакет, то твой сосед может на тебя нажаловаться и тебя оштрафуют. То есть это очень такая серьезная вещь. И мы будем постепенно это пропагандировать и приходить к этому. Дальше продолжаем. На Советской 2Б растут два прекрасных дуба. Там сделали туалет, и он очень мешает жителям. И вообще, что за стройка идет в районе Сбербанка у курса? Зинаида Ивановна, вопросов много? На какие можете ответить? Вопросов много, значит, на те, которые не отвечу, запишу обязательно и передам коллегам. Значит, по поводу дубов выйдем, посмотрим обязательно, что там сделали, какой туалет. Соответственно, по стройке тоже, я думаю, коллеги, мы контакт возьмем с Зинаидой Ивановной, подготовим ответ, направим. Сходу сейчас не готов ответить. Хорошо. Мы иногда снимаем, да не иногда, а часто снимаем сюжеты, которые потом имеют какое-то продолжение. И буквально во вторник у нас вышел сюжет, по горячим следам снятый, Суханово, дом 18. Мы сейчас посмотрим этот сюжет, и потом что-то будет сказать, чтобы было продолжение у этого сюжета? Конечно. История началась не сегодня. Жители дома номер 18, поселка подсобного хозяйства Суханово, живут практически без холодной воды. Так, при слабом напоре она доходит только до третьего этажа. Один вопрос нас постоянно волнует, круглый год. Нет у нас в нашем доме 18 холодной воды. Вот мы четвертый, пятый этажей живем постоянно без холодной воды. Вот мои бутылки стоят, я иду с родника. Постоянно ходим на родник. В связи с этим, во время субботника, проходившего в прошлые выходные, на помощь была вызвана бригада водоканала. После проведенной проверки выяснилось, что кто-то подключается к системе водоснабжения здания. Чтобы это подтвердить документально, одна из жительниц взяла на себя обязательство ежедневно в подвале дома фиксировать показания манометра, измеряющего давление в трубах. Сегодня в 9 часов утра мы, собираясь проверить показания манометра, спустились в подвал. Но войти в подвал мы не смогли, потому что буквально сантиметров на 15 от поверхности подвал весь был заполнен фекалиями. Так, помимо перебоев с водоснабжением, добавилась новая беда. Запах канализации доходит до третьего этажа, и многим жильцам нижних квартир приходится проводить почти всё время на улице, потому как находиться в помещении невозможно. Пожалуйста, пройдите в мою квартиру, почувствуйте, какой запах. Действительно, если бы камера передавала запах, тут очень неприятно пахнет. Людмила Валентиновна проживает на первом этаже этого дома. Мы спустились в подвал, чтобы увидеть масштабы бедствия своими глазами. В некоторых местах зловонная вода стояла по щиколотку. А вот именно то место, над которым находится квартира Людмилы Степановой. Это большая комната расположена. Всё в воде, всё в саду. Вон, чернота одна. Дом был заселён в 1982 году. По словам жителей, с тех пор ни разу не был проведён капитальный ремонт. Однако не так давно их уведомили о том, что ремонт запланирован на этот год. Ну, как можно менять холодное и горячее водоснабжение? Там, где трубы должны быть чисты, особенно холодного водоснабжения, если подвал полон фекалиев. И когда он будет вычищен, теперь мы не знаем. Мы созвонили с директором службы эксплуатации жилищного фонда «Видное-2», обслуживающей здание, и узнали, какие действия запланированы на ближайшее время. Как говорят, не трогай, пахнет. Но это как раз тот случай, когда избавиться от запаха поможет уборка. Телеканал «Видное-ТВ» будет следить за развитием событий. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, «Видное-ТВ». Александр Александрович, есть что сказать по этому дому? Как там сейчас? На данный момент работы по подвалу этого дома у нас закончены. Как специалист управляющей компании пояснил, сначала были положены опилки, потом все это было вычищено, было продезинфицировано в соответствии со всеми технологиями. О чем хотел бы сказать? К сожалению, то, что мы видели с вами, оно возникает по вине нас, наших соседей. Почему? Потому что, когда образуется засор в канализации, из того, что достает из этих труб мастера, можно уже целый музей составлять. Там и детские игрушки бывают. Понятно, что это люди делают в основном неумышленно. Кто-то, может быть, за ребенком недоследил, или еще что-то произошло. Но, к сожалению, все это приводит к тем последствиям, которые есть. Это ни в коей мере не снимает ответственности с управляющей компанией, которая занимается эксплуатацией этого дома. Здесь, соответственно, мы видели, что подвал вовремя не был очищен. Соответствующая работа должна была быть сделана быстрее. Мы по этому поводу отдельно еще проведем свое небольшое расследование. На данный момент подвал приведен в нормативное состояние, по имеющейся у меня информации. Что касается капитального ремонта, здесь действительно планы капитального ремонта по этому дому верстались в прошлом году. С этого года Министерство ЖКХ Московской области переходит к новой практике в части согласования работ с жителями. То есть, помимо того, что выходят специалисты на дом, мы еще и оповещаем жителей о том, какие работы будут проводиться фондом капитального ремонта. Я вот здесь хочу это особо подчеркнуть. Заказчиком работ является фонд капитального ремонта Московской области. Мы, как муниципалитет и управляющая компания, мы даем списки, как муниципалитет тех домов, которые надо ремонтировать. Управляющая компания следит за ходом работ и их контролирует. И по новой этой практике с жителями будут по возможности, потому что не всегда, например, жители могут знать о том, что нужен капремонт именно, например, электрики в доме. Эти работы будут максимально стараться согласовать с жителями. То есть, то, о чем здесь в сюжете говорила председатель Совета многоквартирного дома, она у нас член ассоциации председателей Совета многоквартирных домов. Мы общаемся, находимся в контакте в постоянном. То есть, вот эти работы, которые, по их мнению, им нужны больше по перекладке канализации, а не по замене стояков. Вот у специалистов, видимо, было другое мнение. Но мы по этому дому отдельно посмотрим, что там с канализацией. Если там необходимо какие-то выполнить текущие работы в рамках текущего содержания этих коммуникаций, мы их обязательно выполним. Давайте еще пробежимся по вопросам. Вот медицинская, дом 8, Василий Иванович как раз спрашивал о тех, видимо, деревьях, которые, вы сказали, что будут вырубать. Да. Да? Я не могу сейчас точно сказать, те ли именно деревья будут вырубать, но мы будем вырубать эти деревья в субботу. Вот огромные березы, пишет. Да, будут там работать вышка, будут работать специалисты. И если уважаемый заявитель подойдет, я думаю, что мы на месте там все эти вопросы урегулируем. То есть оценка состояния уже была проведена? Была проведена, конечно. Выходили специалисты отдела экологии. Тоже хотелось бы сказать жителям о том, что те работы, которые, казалось бы, очень просто выполнить, вырубить какое-то дерево, это достаточно серьезная бюрократическая процедура. И помимо составления достаточно большого количества бумаг по каждому дереву, еще выходят специалисты, отдельно смотрят обязательно состояние, потому что деревья — это такие объекты, к которым особый учет положат. Видимо, следующий вопрос. Как раз люди там прошли все бюрократические моменты, потому что вопрос такой. В поселке Развилковской вырубают деревья, индивидуальный предприниматель, который располагается около гаражей, вдоль дороги, вырубает деревья. Надо предпринять меры к нему и проверить законность его действий. Вы в курсе этого момента? У нас поступают периодически подобного рода обращения. Мы по каждому из них, конечно же, выезжаем, смотрим. Поэтому, если там есть контакты заявителей, обязательно свяжемся, посмотрим. Здесь только имя, фамилия. Возможно, контакты есть у нашего корреспондента. Давайте мы просто поступим проще. Я после эфира оставлю свои координаты в студии. Если у кого-то появятся дополнительные вопросы, можно будет со мной связаться. И еще вопрос касаемо ливневки. Пускаются канализационные отходы, они сливаются, и там, где должна быть ливневка, ее нет. Образуется, мягко говоря, грязь и сильный запах. Этот вопрос никак не решается. Когда он решится, и в какие сроки. Вот точно не знаю. Тоже сельское поселение. Это да. Может быть, третий вопрос прояснит. Потому что мы живем рядом с церковью, владельцы машин, самоуточные ограждения. Это известная ситуация заключается в том, что жители частных домов отказываются тратить денежные средства на врезку в канализацию, которая есть. А канализация вощерена. На данный момент в ближайшее время будет запущено централизованное канализование. Там у нас вопрос сейчас остался один. Решите это подключение электричества к насосной станции канализационной. После этого все смогут врезаться. Но даже когда им предлагали врезаться жителям этих домов в существующую канализацию, они проигнорировали это предложение, сказав, что они не готовы тратить денежные средства на это. Вместо этого они по ночам из своих домов выбрасывают шланги в ливневую канализацию, куда сливают, собственно, вот эти свои септики. С этим мы боремся, с этим борется Госадомтехнозор, наш 25-й отдел. Страфуют этих людей, но, к сожалению, победить их до конца мы не можем. Мы работу проводим системную, будем дополнительно в ближайшее время снова туда выезжать, на месте с ними работать. Из деревни Калиновка два звонка было, из одного дома. Значит, Белоногова... Так, нет. Значит, первый вопрос, даже не буду представлять, кто сообщение это написал, просто скажу о проблеме. Квартира 14. Хотела бы узнать, когда в нашем доме сделают крыльцо, уже три года подряд наше крыльцо ремонтируют разные подрядчики, и каждый год оно снова рассыпается. Сейчас оно в ужасном состоянии. Я написала в Добродел, но никто не реагирует. Начальник нашего ЖЭКа Марина Белоногова сказала, что в ближайшее время ремонта не будет. Как же быть? И из этого же дома спрашивают, когда же будет капитальный ремонт подъездов. Калиновка. Дом 90. Дом 90, да, Калиновка. Это, значит, обращение на портал Добродел, его мы видели. Мы с ним начали работать. Значит, управляющая компания управляет у нас этим домом, МУП, наша управляющая компания ЖКХ. Значит, в настоящий момент ими проводится закупка материалов для ремонта крыльца. Соответственно, в течение двух недель, по имеющейся у меня информации, это крыльцо будет отремонтировано. Что касается капитального ремонта подъездов, ну, такого понятия нет. Это текущий ремонт подъездов. Сейчас, к сожалению, не скажу сходу по этому дому, потому что план составляется, ежегодный план у управляющей компании, он составляется сразу на весь район. Его очень тяжело в голове держать. Если есть контакт, там обязательно мы свяжемся, сообщим. Так, и вот Валентин Николаевич Царев, житель города Видное, Советская, 2,46, ему уже 80 с лишним лет, задает такой вопрос. Почему в платежном документе 2016 года убрали графу меры соцподдержки? Как он может понять теперь, что он платит не 50, вернее, не 100%, а 50? Звонил в ЖКХ, сказали, что по техническим причинам графу ставить невозможно такое. Как вот быть? Значит, проблема, да, тоже нам понятная, известная. С начала года эта ситуация существует, связана она с тем, что в управлении социальной защиты, которое у нас участвует в этой работе, была замена программного обеспечения. к сожалению, пока не смогли они вернуть то количество информации, которая в прошлом предоставлялась, и сейчас действительно такой технической возможности нет. Но обязательно, вот по имеющейся у меня информации, буквально в ближайшие месяцы эту ситуацию исправят. То есть вернется графа? Вернется графа, да, все будет снова видно. Пока, к сожалению, управляющая компания выставляет в объеме той информации, которая у них есть. Вот еще один вопрос, наверное, мы сейчас с вами, я вам озвучу, вопросов очень много, на самом деле, потом остальные передам, потому что у нас осталось буквально две минуточки. Петровский проезд 27, Татьяна Васильевна говорит, я инвалид третьей группы, муж первой. В нашем подъезде происходит нечто колоссальное. Из квартиры 48 некая женщина завалила хламом весь подъезд, и очень бы хотелось, чтобы с ней разобрались. Обращались к участковому, но результата нет. Вообще, как вот им поступать, чтобы справиться? Ну, нужно обратиться в наш адрес, соответственно, контакт есть, мы проконтактировали на эту тему. Есть механизмы различные, нужно понять, кому принадлежит квартира, если это квартира муниципальная, есть механизм муниципального жилищного контроля, есть и прочие механизмы, то есть вопрос решаемый, в том числе с привлечением полиции. Будем работать, выйдем на место, посмотрим. Я думаю, мы на этом остановимся, остальные вопросы я вам все передам, ответы на них можно будет увидеть на странице газет, либо ответите, наверное, лично. Мы ответим адресно, да. Адресно. А я предлагаю еще раз напомнить, что 23-го у нас субботник, и пригласить всех. Да, вот еще раз хотелось бы пригласить всех жителей Ленинского муниципального района 23-го апреля выйти на общий областной субботник на территории нашего района, поддержать эту добрую традицию, которая существует. Будем надеяться, что погода нас не подведет, будет солнечно, тепло, и мы с вами все дружно, вместе, очень ударно поработаем на благо нашего района. Я благодарю всех, кто был это время с нами. Самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok